Добрый день еще раз. Спасибо за приглашение и возможность среди повседневной социологической и исследовательской работы немного отвлечься и взглянуть обобщающим взглядом на то, что мы делаем, как мы это делаем. И это всегда действительно полезно для практикующего исследователя. Поэтому с радостью я принял приглашение и подготовил эту презентацию. Конечно, когда я получил список участников семинара, я был даже несколько удивлен, потому что увидел там много знакомых лиц, которые давно работают с социологическими исследованиями, либо сами их проводят, либо заказывают, что заставило меня некоторые слайды пересмотреть в сторону, так сказать, большей профессионализации. Мы построим так работу. Я расскажу то, что я хочу рассказать. Затем я попросил предварительно перед сегодняшним выступлением прислать мне примерные темы, которые бы хотели изучить участники семинара и совместно в таком интерактивном режиме попробовать сформулировать эти цели, задачи и гипотезу. Затем я отвечу на вопросы всех участников семинара. Итак, приступим. Прежде всего, я бы хотел два слова сказать о том, что такое социология. Прошу прощения за такой, в общем-то, ликбез, но это действительно серьезная проблема, и я с ней сталкиваюсь не только, когда общаюсь с людьми не социологами, но и часто бывает, когда общаюсь с коллегами. Так получилось, что нас в школе учат математики, физики, химии, биологии, но не учат социологии, поэтому не всем понятно, что это такое. Мы знаем о том, что у математики объект — это структуры, отношения, числа, у астрономии Вселенная, а что такого, что изучает социология? Понятно, что общество, или мы часто говорим, что изучает общество, но что мы называем обществом? Скажем, если мы говорим «россияне» — это общество или нет? Вот те люди, которые были там до 7 ноября 1917 года подданными Российской империи, они как? Они вот сразу, бац, и стали советскими людьми? Они стали другим обществом? Общество книголюбов — это общество? То есть вопрос, на самом деле, прикажущийся отвлеченности, абстрактности, на самом деле, вполне реальный. И как именно мы будем ограничивать наш объект изучения, собственно, это является предметом нашего сегодняшнего занятия, очень повлияет на то, что мы получим в результате любого исследования. Поэтому так важно определять объект любого исследования. Мы считаем, в социологии, что называется, принято, что общество — это не совокупность людей, это совокупность условий. То есть социология изучает не общество, оно изучает отношения. И то, как эти отношения складывают, собственно, обществом и есть, и является. Люди наполняют, осуществляют общество в своем постоянном интерактиве, в своем постоянном взаимодействии. Под взаимодействием мы подразумеваем не только разговор, какой-то написанный текст, игра или драка, война. Под взаимодействием мы понимаем все. Мы говорим часто, там, архитектура — это язык, которым разговаривают люди. Музыка — тоже язык, которым разговаривают люди. То есть все средства коммуникации — это тоже способ доставить, перенести информацию, собственно, а это, собственно, является элементом коммуникации. С другой стороны, социология — это одна из многих наук об обществе. Она имеет примерно тот же самый объект, что и социальные науки, скажем, социальная философия. Но есть некоторые отличия. Социология пользуется, использует или старается использовать примерно те же самые методы, что и, естественно, и технические науки. То есть наблюдение, эксперимент, проверка, гипотез. И я, опять же, сегодня постараюсь объяснить, показать, что именно следование вот этим стандартам, стандартам технических и естественных наук, они являются присущи социологии и, собственно, должны быть использованы в ней. Социология имеет собственный предмет изучения. Оно как раз определяется категорией социальной. При этом мы должны понимать, что взаимодействие людей, оно, конечно, носит преимущественно социальный характер, но люди находятся под воздействием целого ряда других элементов, факторов, которые воздействуют на их поведение. Люди — физические тела, их взаимодействием управляет законы физики. Ну, скажем, мы многие социальные законы обосновываем на основе непроизносимого невербализированного постулата, что два человека не могут занимать одну точку в пространстве. С этим связаны изучение агрессии или, наоборот, конформизма, взаимодействия людей и так далее. То есть многие вещи, взятые из других наук, социологи используют по умолчанию. Но всегда необходимо помнить, что поведением людей управляют какие-то другие законы. Люди — это сложнохимическое соединение, их взаимодействием управляют законы химии. Но если вы измените состав атмосферы, наверное, люди будут себя вести как-то по-другому. Газовый состав атмосферы, я имею в виду. Люди — это развитый организм, их взаимодействием управляют законы биологии. Опять же, в последнее время, конечно, в том числе интергендерные отношения стали очень важными в социологии. Но это не исчерпывает всего многообразия представления человека как о биологическом организме. Он должен питаться, он должен воспроизводиться, он должен находиться в определенных физических, биологических условиях жизни. Люди — это разнообразные организмы, их поведением управляют законы физиологии. И, разумеется, социология здоровья является сегодня также одним из важных отраслей социологии. Но мы должны помнить, что и эти факторы также влияют на поведение людей. Ну и, наконец, то, что приходит всем на ум, люди отдельной личности и их взаимодействия подчиняются законам психологии. Отличие социологов состоит в том, что социологи всегда возвращаются вот к этим особенностям. Они помнят о том, что люди — очень сложные организмы, очень сложный элемент для изучения, и их отношения тоже очень сложны, и социологи помнят об этом. В заключение этой вступительной части я бы хотел сказать о структуре социологии такой самой общей. Есть общая теория социологии, есть частная теория среднего уровня, а мы будем заниматься прикладными исследованиями. Цель прикладных исследований — это получение точной, надежной, достоверной информации, способствующей принятию управленческих решений. Иначе говоря, прикладные исследования — это те исследования, которые мы проводим для того, чтобы принять то или иное решение. Грубо говоря, мы говорим себе, основная гипотеза любого прикладного социологического исследования состоит в следующем. Вот мы вот это измерим, и если мы получим А, то мы будем делать Б, такое у нас будет управленческое решение. Если мы получим какой-то результат С, то мы будем делать Д. Вот такое у нас будет управленческое решение. То есть такие исследования проводятся, естественно, во взаимодействии с клиентом, которому нужно принять это управленческое решение. И этот клиент имеет ясное представление о том, как он будет эти результаты использовать. И, соответственно, исследователь формирует цель задачи, предмет, объект и гипотезы исследования под решение этой задачи. Если задача чуть-чуть изменится, соответственно, будут меняться объект, предмет и так далее. В ходе любого социологического прикладного исследования основной задачей является обнаружение значимых отличий во мнениях и поведениях различных социальных групп. Что это значит? Это значит, что мы изучаем, почему вот эта группа себя ведет вот так вот, а вот эта группа ведет себя по-другому. Почему вот эта группа себя вела вчера вот таким образом, а сегодня она ведет себя другим образом, а завтра будет вести себя третьим образом. Почему вот эта социальная группа в этих условиях ведет себя вот так вот, а в этих условиях она ведет себя по-другому. Вот, собственно, в этом и состоит задача любого социологического исследования. Нам необходимо обнаружить различия в поведении социальных групп. Отличия, ну или общие, если мы отличий не найдем. И основная гипотеза любого социологического исследования состоит в том, что различия присутствуют и определяются теми факторами, которыми эти группы отличаются между собой. Например, мы видим, что мужчины себя в этой ситуации ведут вот так вот, а женщины себя ведут вот так вот. Значит, мы говорим, что гендер влияет на поведение или мнение людей. Если мы видим, что, например, старшее поколение голосует на выборах вот так вот, а младшее поколение более активно там в благотворительной деятельности, то мы говорим о том, что... Неправильный пример привел. Если старшее поколение поддерживает одного кандидата на выборах, а младшее поколение поддерживает другого кандидата на выборах, значит мы говорим о том, что возраст влияет на электоральный выбор. То есть наша задача найти различия в поведении мнений социальных, различных социальных групп, и это будет объяснением их различий в их поведении. Два примера. Классические из книжек. Я специально взял Дюргейма, потому что именно вот эту его работу «Самоубийство», потому что кто-то мне прислал именно на эту тему исследования, хочется спроектировать. 1897 год. Эмиль Дюргейм выпускает книжку «Самоубийство». Это такой серьезный анализ тогдашней ситуации. Книжка есть на русском языке, просто, что называется, под рукой оказался только английский вариант. В чем тут проблема? В чем проблемная ситуация? Дело в том, что примерно за 50 лет до этого Карл Маркс и Фридерих Энгельс написали манифест коммунистической партии, в котором обосновали, научно обосновали, как раньше считалось у нас, приход социализма, а потом коммунизм. Почему? Потому что происходило абсолютно обнищание рабочего класса, абсолютно обнищание народных масс. Но прошло 50 лет, и статистика и, в общем, окружающая жизнь показывала, что вот этого абсолютного обнищания не происходит. Да и относительное тоже, в общем, смягчается. При этом доля число самоубийств в ряде европейских государств и городов, в первую очередь, возросла. Это противоречит здравому смыслу. То есть, вроде бы, улучшается жизнь, а число самоубийств растет. Вот это для Дюргейма и стало проблемной ситуацией. И он попробовал изучить, почему так происходит. Он стал анализировать, в первую очередь, статистику, и увидел, что больших различий между самоубийствами молодых или более старшего поколения, представителей разных конфессий, не сильно отличается. Проанализировал также другие факторы, которые влияли бы или могли бы влиять с его точки зрения на число самоубийств в этих группах, и также не нашел различий. Но он попытался ввести новый термин, аномия, который описывал следующее явление. Человек, который уехал из одного небольшого населенного пункта, где его хорошо знали, где с ним были хорошо знакомы, и он, когда он переезжал в город, где его плохо знали, он менял социальную среду. Социальная среда в маленьком населенном пункте гораздо более плотная. Там все тебя знают, и твоя социальная идентичность не находится под каким-то серьезным вопросом. Ну, какого-то конфликта, конечно, серьезного. А в городе такого нет. В городе человек предоставлен сам себе, у него много разных социальных ролей, они друг с другом никак не связаны. То есть в городе оказалось, что человеку очень сложно зацепиться за какую-то социальную идентичность, он ее утрачивал. И поэтому утраченная идентичность, человек не знал, кем он является, приводила к этой аномии, которая, в свою очередь, приводила к самоубийствам. Люди в силу каких-то обстоятельств личной жизни, скажем, они теряют работу или теряют семью, оказывались в ситуации, когда они не могут найти идентичность свою. Они не знают, кто они такие, теряют свои корни. И это приводит к самоубийству. И это Дюргейму удалось показать и доказать, сравнив долю самоубийств среди тех людей, которые еще недавно жили в небольших населенных пунктах, а потом переезжали в крупные города. Что здесь важно? Важно, я подчеркиваю, понимание проблемной ситуации, в чем она состоит. То есть конфликт на уровне здравого смысла. Почему так произошло? Почему так происходит в обществе? Должно вроде бы число самоубийств снижаться, а оно растет. И второй аспект — это анализ разнообразных по природе данных. То есть это анализ статистики, анализ публикации и собственные наблюдения, которые производил Дюргейм. Второй пример — Макс Вебер. Классическая работа протестантская этика и дух капитализма. Также для Вебера была важна проблемная ситуация. В том, как в Европе возник капитализм, он не должен был возникнуть никогда. Рационально никаких экономических обоснований для возникновения капиталистических отношений не было в Европе, когда возник капитализм. Вебер приходит к убеждению, что основанием для возникновения предпринимательской этики, предпринимательского духа, является нерациональное, внерациональное. религиозное, религиозный фактор, специфическое отношение к труду. И он пытается это найти в трудах лидеров протестантизма. В первую очередь он обращается к Мартину Лютеру, не находит там вот этого обожествления труда, которое характерно для предпринимательской этики, и лишь анализирует труды мелких мыслителей того времени, вернее, как мыслители, это может быть и не очень-то и мелкие, но число последователей у них на порядок меньше, Цвингли и Кальвина, и там находит вот это вот обожествление труда. То есть, если человек трудится, он выполняет божественные предназначения. Обращаясь к Веберу и к этой его работе, я хочу показать, как, опять же, важно выделение проблемной ситуации. В данном случае какое-то явление, с которым мы хорошо знакомы, согласно нашему рациональному подходу, с которым мы также все согласны, не могло возникнуть в данном историческом отрезке. И это подвигло его к исследованию. Ну, небольшой такой слайдик такой, я его специально оставил, для того, чтобы показать, почему мы обращаемся к прикладной социологии и вообще к исследованиям. Прикладная социология возникла в Соединенных Штатах. Первые представители были Чикагская социологическая школа. Почему? Да в силу простой причины очень быстро растущее население, с одной стороны, очень разнообразное население, с другой. Когда мы знаем, как ведет себя окружающие, мы можем прогнозировать их поведение, понимать, как они себя ведут. Но чем более разнообразная социальная среда, чем больше этого разнообразия профессионального разделения, труда нарастает день ото дня, мы это видим, чувствуем, хотя бы просто по списку номенклатуры специальностей при поступлении в университеты. Различных этнических, конфессиональных, расовых групп, когда они концентрируются в каком-то небольшом пространстве, ну вот в данном случае в Чикаго, возникают очень серьезные проблемы в их коммуникации друг с другом. Один из наположников Чикагской социологической школы, Роберт Парк, был первоначально репортером, криминальным репортером. И много, ну не много, но какое-то количество социологов первой волны, они вышли из криминальной хроники различных газет, потому что именно там происходило столкновение различных групп между собой. И потребность в том понимании того, как нужно согласовывать интересы различных социальных групп, и привело к возникновению прикладной социологии решения вот этих вот управленческих задач. Если мы вот огрузим все то, о чем я сегодня буду говорить в обычный курс социологии, то мы сегодня будем говорить о программе социологического исследования, причем о методологической части программы. Организаторы мне сказали, что замечательная социолог Аня Ипатова вам расскажет про процедурную часть, вот я должен рассказать про методологическую. И она состоит из пяти основных частей. И это формулировка проблемы, и это формулировка целей и задач исследования, описание объекта и предмета исследования, формулировка основных понятий исследования, и разработанная система гипотез. Я постепенно пройду по всем пяти этим шагам. Вкратце я пересказал этот слайд. Логика подготовки к исследованию состоит в том, во-первых, понимании проблемной ситуации, что на самом деле требуется провести, в чем на самом деле, в какой среде требуется провести исследование, в чем специфика предметной области и в чем есть какие-то подводные камни. Очень часто мы преувеличиваем уникальность той сферы, в которой нужно провести исследование. Но иногда действительно подводные камни существуют, особенно когда мы изучаем какой-то узкий сегмент социального взаимодействия, поэтому очень хорошо найти тех людей, которые знают про эти подводные камни. Формулировка целей и задач исследования. Вы знаете, если, когда мы говорим про проблему, тут все понятно, она просто должна быть описана, то с формулировкой целей и задач исследования очень серьезные проблемы, и я постараюсь на них остановиться. Цель – это то, что мы должны получить в итоге исследования, в результате исследования. То есть какова модель результата, чего мы хотим добиться. Условно говоря, мы не можем сказать, что целью исследования является изучение. То есть целью исследования является исследование. Такого не может быть. В целях должно быть описан результат, который мы хотим получить. Ну а задачи – это просто этапы на пути достижения цели. Определение объекта и предмета изучения. Кто или что является носителем необходимой нам информации. Вот это и есть объект нашего исследования. Какие именно свойства этого объекта мы изучаем – это предметы исследования. Позже я покажу примеры формулировки объекта и предмета. Выделение интерпретации ключевых понятий. На самом деле, очень простые понятия, которые мы используем в повседневности, оказываются очень плохо согласованы между разными социальными группами. То, что, например, мы подразумеваем под термином, скажем, случайность, для любого человека нормального, что называется, то есть не социологического, случайность подразумевает, я вышел на улицу и случайно встретил знакомого. Вот в социологическом смысле случайность – это некоторая вероятность, то есть это некоторая математическая процедура, которую еще нужно попробовать получить. Более простой пример. Что, например, такое избиратели, скажем, города Москвы или города Самары? Как мы их ограничим? Ну, понятно, что это люди 18 лет и старше. А дальше, если человек, скажем, приехал и живет три месяца здесь, в Самаре, он является избирателем. А если он уехал шесть месяцев назад из Самары, он является избирателем? Это несложные вопросы, но их нужно просто согласовать всем участникам исследовательской группы и клиенту, и заказчику тоже. Формулировка системы гипотез. Какие предположения мы должны проверить в нашем исследовании? То есть, ну вот опять же, вернемся к простой формулировке прикладного социологического исследования. Мы ожидаем получить один результат, результат А, и тогда будем делать Б. Или мы хотим получить, думаем получить результат С и будем делать Д. например, вернее, это является гипотезой. То есть, мы получим либо результат А, либо результат С. Мы можем сформулировать две гипотезы, мы можем сформулировать одну гипотезу, но такие гипотезы обязательны в проведении исследования, они должны быть поставлены и отчетливо сформулированы. Ну, с проблемной ситуацией я, в общем, обрисовал и на примерах Дюргейма и Вебера продемонстрировал. Теперь, да, еще все-таки я хотел сказать про проблемную ситуацию. Это должна быть действительно проблемой. А, нет, прошу прощения, это у нас чуть-чуть попозже. Я приготовил, на самом деле, слайды, поставил их попозже. Еще один аспект, про который я хотел сказать, это объект исследования и модель результата. Мы должны понимать, что мы работаем не с реальностью, а с ее моделью. В исследовании, в любом, мы изучаем не реальные объекты, а некоторые наши представления об этих объектах. Например, мы изучаем наркотизм, то есть, то, как люди потребляют наркотики. У нас есть некоторая модель этого поведения. То есть, скажем, мы не изучаем, ну, то есть, если мы изучаем рынок наркотических средств, мы, например, не изучаем лекарственные потребления или врачебные потребления, клинические потребления, наркотиков, в рамках какого-либо лечения, а изучаем только вне лечебное потребление. Или, например, мы изучаем рынок колбасы. у нас есть некоторое представление об этом рынке и о том, какие факторы влияют на то, собирается человек приобретать эту колбасу или не собирается. Например, мы предполагаем, что на это влияет уровень доходов, на это влияет, я не знаю, предпочтение здорового образа жизни, а, скажем, образование не влияет. И это тоже некоторая модель. И мы закладываем эту модель в наше исследование до того, как его проведем. То есть, если у нас плохая модель, то у нас будут соответствующие результаты. И вот если мы спроектировали неправильную модель, то эти результаты будут применимы к модели, даже к самой плохой, но они не будут применимы к реальности, потому что модель, которую мы разработали, придумали, она не очень хорошо отражает эту реальность. Я это все к тому, что вот момент описания проблемной ситуации является очень важным. И именно там закладывается конструкция вот этой модели. И важно собрать все гипотезы, ну, скажем, что влияет на потребление наркотиков, или что влияет на потребление колбасы. То есть, какие факторы на это влияют. Вот просто список этих факторов являются частью модели. И если мы какие-то факторы отбрасываем, это значит, мы говорим, что они не входят в нашу модель. Если мы хотим получить более полную модель, то мы постараемся учесть все факторы. Но с другой стороны, мы можем сказать, что какой-то фактор мы уже изучили в предыдущих исследованиях, или кто-то другой его изучил, и нас интересуют другие факторы, которые влияют. Так тоже возможно, такой подход тоже существует, но мы должны понимать, что то, что мы сформулируем в описании проблемы, это есть некоторая модель, это наше представление о реальности. Возможно, для правильного исследования, то есть, для получения лучшего, более богатого результата, следует сконструировать другую модель. Ну, да, это я сказал. Модели. Какие модели бывают? Модель является представлением реального объекта в некоторой форме, отлично от формы их реального существования. Модель в этом смысле есть некоторая аналогия. Для одной системы может существовать, должна существовать другая система. Элементы связи, которые подобны друг другу. То есть, здесь мы строим модель по какой-то аналогии. Второе то, что должны мы понимать, это то, что модель является всегда упрощением нашей исходной модели, исходной системы с некоторой потерей информации. Сложно изучить все, даже даже если мы изучаем потребление наркотизма уже там десятки раз хорошо исследованное, то мы всегда концентрируемся на некоторых факторах, которые влияют на потребление и отбрасываем другие. Мы знаем о том, что они существуют. Мы просто говорим, что сегодня мы концентрируемся вот на этом. Это является предметом нашего исследования. и за пределами этой модели вообще говоря, реально существует. Следует всегда об этом помнить. С точки зрения, с этой точки зрения сбор первичных данных это определение параметров модели изучаемых объектов. То есть условно говоря, если мы считаем, что уровень образования не влияет, например, на потребление колбасы или на потребление наркотиков, то мы не спрашиваем об образовании. Мы не собираем эту информацию, а собираем какую-то другую. Поэтому важно отобрать тот набор параметров, которые лучше всего описывают наши модели. И при этом отобрать именно тот набор параметров, который лучше всего отразит свойства реального объекта в модели. Ведь очень много параметров, которые очень сложно измерить в реальном исследовании. Очевидно, ну как очевидно, это добыто тоже какими-то исследованиями социологическими, что на уровень наркотизма влияет количество социальных контактов человека. Чем больше это количество, тем менее вероятно то, что человек употребляет наркотик. Чем меньше это количество, тем больше вероятность, что человек употребляет наркотики. Но как измерить вот это вот одиночество человека в мире с помощью, я не знаю, там, биллинга его сотового телефона, с помощью количества времени, которое он проводит там вне дома, на учебе, на работе, где-то еще, это бывает очень сложно измерить. И поэтому так важно отобрать вот тот набор параметров, который отразит вот эту включенность в повседневное социальное взаимодействие человека в исследовании. То есть, какие, грубо говоря, мы вопросы будем задавать, какие данные мы будем собирать. измерить. Поэтому очень часто в рамках различных социологических исследований респонденту кажется, что ему задают одни и те же вопросы. На самом деле социолог пытается найти те признаки, те факторы, параметры этой самой модели, которые лучше всего укажут на конечный значимый фактор, влияющий на то или иное поведение или мнение людей. Например, на то же потребление наркотиков. Мы постоянно сталкиваемся с тем, когда нам респондент говорит, вы уже задавали этот вопрос. Да, это правда, был задан похожий вопрос. Просто мы хотим найти ту формулировку, которая лучше всего отразит изучаемые нами параметры как фактор, влияющий на поведение или мнение людей. Теперь я буду показывать некоторые примеры. Я потом скажу, откуда я эти примеры взял. Это несколько проектов, которые были сделаны в интересах некоммерческих организаций. недавно эти исследования были проведены в 19-м и в начале 2020-го года. Вот примеры двух исследований и здесь отражены модели благотворительности и бездомности. В случае бездомности что такое бездомность, что такое бездомный, кто это? модель может быть описана через определение, как в случае бездомного, там написано кого мы будем считать такого рода людьми, и соответственно будем задавать эти вопросы, которые определяют этот круг. Бездомный это человек или нет. Второй вариант с благотворительностью. мы просим наших респондентов дать определение благотворительности. Мы это можем сделать с помощью какого-то открытого вопроса, что по-вашему является благотворительностью, но спрашивать об этом обычного респондента на улице, по телефону, в квартирах в известной степени бессмысленно, потому что человеку не свойственно формулировать такие определения и выжать удается где-то процентов у 10-ти максимум 15-ти такого рода определения. Лучше предложить какой-то список, вот как в данном исследовании что люди называли благотворительностью. И это тоже будет определением, тоже будет моделью того, что мы понимаем под благотворительностью, но в данном случае мы определение этой модели отдали нашим респондентам. Вот по поводу упрощения структурирования реальности. Важно то, что модель не только упрощает, но и структурирует реальность. Вот верхний слайд, вернее, верхний полуслайд. Это исследование было отношение к инсульту и как люди относятся. видеть, мало того, что это было разбито на различные признаки, но это было и структурировано в три группы этих признаков знания, отношения и в практике. И таким образом получилась какая-то довольно простая, но модель восприятия инсульта населением. Нижний слайд также упрощает нашу реальность и сводит вот к этому набору мотивации для проведения для участия в благотворительной деятельности. В данном случае мы опять же предложили нашим респондентам сформулировать эти мотивы. Более простые примеры объектов и моделей. Скажем, на примере Самары объект у нас взрослое население города Самара 16+. Единица отбора это пользователя телефона то есть мы таким образом будем обращаться и обоснование под это то что уровень телефонизации у нас около 95% что является моделью. А моделью является вся совокупность признаков с которыми мы обращаемся к нашему респонденту. То есть иначе говоря сама анкета. Ну вот если вы посмотрите в левой части написано там пол возраст образования работаете не работаете семейное положение и так далее вот это есть некоторая модель мы можем что-то туда еще добавить еще как как-то усложнить нашу модель конечно можем мы можем спросить например там в каком доме вы проживаете там в частном или в многоэтажном мы можем спросить как если у вас автомобиль и так далее а можно что-то отсюда выбросить как не нужно возможно и можно может быть для нашей модели достаточно там 2-3 признака то есть все зависит от того входят ли эти признаки в вашу модель анализ проблемной ситуации исследователь при анализе проблемной ситуации должен собрать необходимый объем информации для того чтобы провести исследование есть такое мнение оно в общем близко к реальности социолог получает в результате исследования некоторый объем информации и делится с ними эта информация с клиентом или с публикой процентов на 10 остальное остается у него это не от какого-то злого нрава а просто потому что не все полученное не вся полученная информация может быть как-то проинтерпретирована очень многие результаты нам сложно понять что получилось то есть мы выдаем только очевидный результат и на входе то же самое мы хотим получить огромный объем информации по поводу проблемы которые перед нами ставят клиенты мы стараемся получить весь объем для проведения данного исследования возможно большая часть этой информации нам не понадобится в ходе исследования вернее невозможно это факт но возможно какие-то элементы этого знания окажутся очень ценными и они в известной степени сделают наше исследование исследователь должен понять какая информация нужна заказчику для решения его управленческой проблемы и какие данные он может получить то есть исследователь на данном этапе должен мы так делаем я считаю что это обязанность исследователя рассказать о том что будет получено в результате данного исследования в результате вот этого брифинга или брейншторминга или просто обсуждения у заказчика и исследователя должны сформироваться единое ожидание от результатов проекта собственно говоря это является целью этого обсуждения то есть мы должны получить может быть два предложения может быть два абзаца может быть две страницы текста в котором эта проблемная ситуация описана и мы исследователи и заказчик клиент должен должны понимать одинаково этот текст ошибки допущены на этом этапе не могут быть компенсированы на последующих этапах ну понятно если мы сформулируем неверную модель неправильно сформулируем проблему то соответственно мы получим такой результат какие бывают типы проблемной ситуации есть носитель проблемы источник проблемной ситуации по этому принципу исследователи делятся исследований делятся на три группы первое это исследование по инициативе исследователя ну то что можно назвать диссертацией мне эта тема интересна да вот Максу Веберу было интересно как сформировался предпринимательский дух второе да и скорее всего вы таких исследований не проводите второе исследование встроенные в механизмы управления статистика клиента сейчас очень много исследований которые мы проводим просто потому что результат этого исследования вмонтирован в показатели KPI различных наших клиентов заказчиков то есть то как оценивается работа их персонала то как оцениваются результаты работы их подразделения это все отражается на их зарплате то есть иначе говоря эти исследования вмонтированы в систему принятия управленческих решений думаю наверное у кого-то такие ситуации есть и проведение таких исследований важно и для МКО исследования вызванные потребностью в информации для принятия управленческих решений ну вот примерно 90% исследований которые проводятся они проводятся что называется ad hoc то есть по случаю вот у нас возникла такая проблема вот нужно ее решить и скорее всего она не появится эта проблема через месяц через год через 10 лет проблемная ситуация формулируется как противоречие в информации ну вот пример с Дюргеймом и самоубийствами то есть вроде бы уровень самоубийств должен падать на самом деле он растет вот противоречие в информации то есть у нас есть информация с одной стороны есть информация с другой стороны они противоречат друг другу это является проблемной ситуацией другим распространенным типом проблемной ситуации является отсутствие информации мы чего-то не знаем вот мы приходим в какой-то новый регион или возникла какая-то новая проблема мы ничего о ней не знаем или знаем очень мало нам нужно изучить и тогда мы проводим социологическое следы ну вот здесь вот проблема проблемная ситуация строительная компания планирует это это совершенно реальный пример я вот просто его взял из нашей практики строительство восьми объектов жилой недвижимости в самаре на самарском рынке недвижимости уживаются две противоположные тенденции с одной стороны что-то происходит с другой стороны что-то происходит то есть мы видим здесь есть некоторое противоречие в информации и это противоречие нам необходимо разрешить и дальше написано как то есть цель задачи и так далее вот еще один пример из тех исследований для нка у которые которые были проведены в этом году полетим паллиативная помощь то есть у нас есть некоторое представление паллиативной помощи это медико-социальная помощь неизлечимо больным ее ключевой принцип и так далее и дальше написаны какие основные тенденции мы имеем в этой сфере и здесь описано и проблемная ситуация и изменения недавние изменения изменения в этой сфере и в этом есть описание проблемной ситуации и два слова когда исследование не стоит проводить вернее когда стоит и когда не стоит ну когда стоит я уже сказал да когда нужно принять управленческое решение мы четко знаем что при одном результате у нас одно управленческое решение при другом результате мы будем делать что-то другое когда не следует проводить первое когда заказчик не может сформулировать что он будет делать с полученной информацией мы при всей нелепости вот этого предположения такие заказчики встречаются сплошь и рядом поэтому мы стараемся такие исследования не проводить и вам как потенциальным заказчикам я тоже говорю что если вы не знаете что вы будете делать с полученной информацией не нужно проводить исследование это никакого удовольствия не от проведения не тем более от результатов и не получите второе когда задачу которую ставит заказчик перед исследователем является социоинженерным то есть вы хотите что-то не измерить а изменить для этого нужен не социолог а социальный технолог который будет что-то делать измерение это тогда когда мы хотим что-то измерить не возмущая объект исследования то есть не производя какие-то изменения с этим объектом какие-то манипуляции третье когда цена вопроса соизмерима со стоимостью исследования такое тоже бывает в случае нкао я не знаю какой можно придумать аналог но в любом случае но если вы хотите например создать свой сайт нкао и хотите провести в связи с этим исследование то понятно что если исследование будет стоить так же как этот сайт то уж лучше сделайте сайт и не никаких исследований варианта когда целью исследоваться выход из кризиса и вам время нам часто говорит клиент что вот у нас тут кризис надо что-то делать быстрее быстрее надо что-то изменить и в связи с этим произвести исследование это тоже в общем некоторых бессмысленная тарата времени и ресурсов и так описание целей целью прикладного исследования должно стать получить 1 информацию необходимо для объятия для решения проблемы принять в правительственных решениях цели бывают трех типов разведывательную то есть получение информации для точного определения для более точного определение проблемы формулировки гипотез описательная тип о писание акк Earth реальный социальной или маркетинговой ситуации И последнее, каузальное обоснование гипотез, которые имеют причинно-следственные связи. То есть, например, первое, мы столкнулись с этим явлением впервые, мы вообще не знали о нем ничего. И тогда мы производим такое поисковое исследование. Описательное. Ну, условно говоря, мы знаем, что есть благотворительность, есть благотворители, нам нужно понять, кто эти люди. Их пол, возраст, где они проживают, сколько готовы тратить, когда тратить, в каких условиях и так далее. Это описательное исследование. И каузальное исследование – это тогда, когда мы хотим понять, какие факторы влияют на благотворительное поведение. Ну, еще раз, да, цель исследования – это модель результата. В определении цели исследования должно быть отражено то, что должно быть получено в ходе исследования. И вот вам примеры того, как не нужно формулировать цель. Это все реальные примеры, вот прям выписанные, правда, давно. Целью диссерационного исследования является комплексное социологическое исследование. Это не годится, это вот пережевывание одного и того же. Такой цели не может быть, нельзя такие цели ставить. Целью исследования является изучение. Вот все, дальше не надо читать. Дальше абсолютной профанации, надувание щек, да и надувательство клиента. Не надо дальше проводить такое исследование. Целью диссерационной работы является проведение маркетингового исследования рынка труда. Вот все, не надо дальше читать. Дальше страшно, ну или скучно. Целью диссерационного исследования является изучение. То же самое, все, не читайте дальше. Вот тут можно дальше почитать. И примеры целей исследования вот из того списка исследований для НКО, которые я подсмотрел в этом году. Цель проектов. Сегментация и создание портретов потенциальных частных доноров. Что мы хотим, какова модель результата? Сегментация. Мы хотим разбить наших потенциальных, совокупность потенциальных доноров на какие-то сегменты. Все ясно, прекрасно. Ну, создание портретов, то есть кто эти люди, да, чем они отличаются один сегмент от другого. Все. Цель. Выявить основные барьеры оказания палеотивной помощи. То есть нас интересует не то, почему люди хотят произвести эту палеотивную помощь, а какие барьеры у них существуют. То есть нечто противоположное. Это сужает круг задач, упрощает нашу модель. Но это и хорошо, да, то есть мы концентрируемся на какой-то одной цели. Цель исследования – выявление отношений к проблематике инсульта в обществе. Меня здесь только напрягает слово «сочетание отношений к проблематике». Почему нельзя просто выявление отношений к проблематике инсульта? Но все-таки цель должна быть более простой. Это какая-то очень короткая фраза. Иначе цель раздваивается, расстраивается, и очень сложно сформулировать путь достижения. Цель – определить факторы, влияющие на формирование представления о тяжелой жизненной ситуации. Опять же, более-менее понятно, о чем речь. Есть тяжелая жизненная ситуация, есть какие-то представления о ней у какой-то социальной группы. И нам нужно понять, какие факторы влияют на формирование тех или иных представлений. Еще два слова про измерения и исследования. Исследования по своей цели делятся на две части. Во-первых, это исследование, то есть получение новой неизвестной информации. Мы ничего не знаем о наркотизме. Ну, предположим, ничего не знаем, вообще ничего. И мы строим модель какого-то исследования, которое нам даст какие-то знания. Другой вариант, что мы знаем о наркотизме, нам просто сегодня нужно измерить, сколько людей потребляет наркотики в этой географической зоне. Это будет измерение, то есть получение актуального значения известных параметров. Мы знаем, как это делать. И хотим просто измерить здесь и сейчас. Ну, скажем, мы хотим измерить, сколько людей готовы или там благотворительствовали, или волонтерили за какой-то промежуток времени на какой-то территории. То есть мы это все знаем, нам нужно просто измерить эту величину, актуальное значение этой величины. Соотношение целей и задач. Задачами являются этапы достижения цели. Каждая задача продвигает нас ближе к цели. Никакая задача не должна быть пропущена, иначе мы не достигнем цели. И наоборот, никакая задача не должна быть лишней. То есть если мы видим, что эта задача не ведет к достижению целей, мы ее можем вычеркнуть, она нам не нужна. Вот здесь вот несколько вариантов. Цель – анализ восприятия ситуации. Анализ задачи. Оценка восприятия ситуации в экономической, политической, социальной, экологической и других сферах. То есть это можно разбить на каждую отдельную задачу. Оценка восприятия ситуации на уровне семьи, города, региона, опять же, можно разбить на отдельные этапы. Цель – оценка эффективности коммуникации. Оценка, охват коммуникациями, то есть знание об, я не знаю, там, компании какой-то, акции, людях. Восприятие коммуникации, то есть понятна ли она и отношение к ней. Третье – влияние коммуникации, то есть изменение поведения. То есть подвигла меня к какому-то поведению сообщенная информация или нет. Третий пример – цель – оценка удовлетворенности. Оценка удовлетворенности по каким-то компонентам, сферам. Понравился ли вам наш праздник городской? По каким параметрам? Место проведения, время проведения, участники этого мероприятия и так далее. Цель – характеристика поведения. Выделение и описание различных моделей поведения. Описание факторов и причин, влияющих на поведение. Соответственно, это тоже являются задачами по достижению этой цели. Вот посмотрите, как эти задачи описывались для разных целей, для МКО. Вот описание проекта. Цель – выявить основные барьеры оказания палеоактивной помощи в России, способы их преодоления. Задача – опиадофобия. Первое – изучить восприятие отношений к боли и способам ее оккупирования. Институциональные барьеры. Выявить проблемы законодательного, организационного и так далее. Третье – помощь в период COVID. Четвертое – рекомендации. То есть мы разделили наши барьеры на две части – опиадофобия и институциональные барьеры. И потом посмотрели это в контексте сегодняшней актуальной ситуации, пункт третий. И даем какие-то рекомендации по преодолению этих барьеров. Другой вариант. Цель проекта – сегментация и создание портретов потенциальных доноров. Здесь мы видим разбивку на вот эти вот этапы. И при этом, обращаю ваше внимание, вот я специально вырезал следующий слайд этой группы. Когда они стали описывать, какие именно виды исследования, о которых вам будет говорить следующий лектор, решают какие задачи, они эти задачи, видите, подписали ABC. То есть какие-то задачи мы решим при анализе индустриальных источников, какие-то задачи мы решим при проведении фокус-групп, какие-то при факторном анализе и так далее. То есть важна разбивка достижения целей на отдельные задачи, чтобы потом посмотреть, какие именно виды исследовательских работ будут вести к решению этих задач. Следующий пример. Цель исследования – выявление отношений к проблематике инсульта и так далее. Задача исследования здесь разбита по-другому. Здесь разбита на количественные и качественные исследования. Мне это не очень нравится. Вот такая разбивка. Но, тем не менее, она возможна. То есть у нас есть какой-то количественный метод исследования, сбора данных есть качественные, и мы собираем, разбили наши задачи в зависимости от того, каким методом, количественным или качественным, мы будем эти данные собирать. Это все про цели и задачи. Теперь про объект и предмет исследования. Это тоже очень тяжелый пункт, и для часто социологов даже, не говоря уж о клиентах и заказчиках. Еще раз. Объект исследования – это совокупность тех объектов, людей, социальных групп, документов, которые являются носителями интересующей нас информации. Это всегда, ну, или люди, или совокупность людей, или города, или какие-то документы, но то, что является совокупностью людей. То есть объектом исследования, например, наркотизм не может быть. А так иногда бывает, ну, то есть так иногда пытаются сделать. А предметом исследования являются особенности объекта исследования, то есть там поведение, мнение этих людей, предпочтение, которое мы изучаем в ходе проекта. Ну и гипотезы, про гипотезы чуть попозже. Объект исследования – это социальные системы, выделенные по выбранному основанию. Ну, например, мы изучаем поведение избирателей. То есть мы, во-первых, берем людей, которые старше 18 лет, на какой-то территории. В любом случае это ограниченные территории. Это может быть там Москва, это может быть Самарская область, это может быть там деревня Пендюкино, это может быть Россия, но это обязательно ограниченное. То есть это некоторая совокупность конечная. Мы можем ограничить по какому-то функциональному признаку, ну, например, мы изучаем железнодорожников, или мы изучаем бездомных. Мы можем ограничить наш объект по деятельностным показателям. Например, это те люди, которые волонтерят или осуществляют какую-то благотворительную помощь, или те люди, которые пришли на наш городской праздник. Но это будет признаком выделения нашего объекта исследования. И это система, в элементах и структуре которой заключается выделенные противоречия, на которые должны быть распространены результаты исследования. То есть если мы изучаем посетителей городского праздника, который мы организовали, значит мы это распространяем на посетителей городского праздника. Мы не можем это распространить на весь город. Это тоже необходимо помнить. Некоторые про это забывают при всей очевидности. Ну, вот мы сейчас говорим, вроде бы это очевидно, но нет, бывает, что распространяют за пределы изученного объекта. Да, и объекты — это некоторое множество, на которые непосредственно направлен процесс исследования. Предметы исследования — это те элементы связи, социальные отношения, которые находятся внутри системы объекта. То есть люди пришли на праздник, на городской праздник. Кто эти люди, откуда они пришли, почему они пришли, зачем они пришли, как они там провели время, и почему они ушли. То есть вот просто я набросал примерные задачи для исследования. Какие с практической точки зрения аспекты поведения этого объекта исследования кажутся важными, уже решать во взаимодействии исследователей и заказчиков. Да, и нужно помнить, что помимо этого предмета исследования у вашего объекта существует куча других признаков, которые вы не исследуете и не собирались исследовать. Но они могут влиять на ваш объект. Ну, условно говоря, люди пришли на городской праздник, пошел дождь. Люди — физические объекты, физиологические объекты. Им не нравятся сильные дожди, особенно холодные дожди, особенно в дни лета, не в жаркую погоду. Поэтому это будет влиять на поведение людей. Мы это отбрасываем, но если вы это будете сравнивать, например, собираете данные по городскому празднику в течение 10 лет, то, наверное, следовало бы указывать и погоду по время проведения такого праздника, раз что это у вас длительный проект. Вот примеры объектов исследования. Сначала, так сказать, мои обычные, но мне нравятся они. Объектом исследования явились представители основной целевой потребительской группы табачных изделий, выпускаемые под какой-то маркой. Мы здесь берем курящих женщин от 20 до 36 лет. У них какие-то есть предпочтения по сигаретам, но это объект. То есть мы соединили некоторые социально-демографические признаки нашего объекта с женщинами в таком-то возрасте, с деятельностными. То есть они курят какие-то сигареты. Вот описание нашего объекта. Второй пример. Объект исследования прямо написан. Потребители колбасных изделий в городе Самаре и Сызаре. То есть у нас два географических объекта, и мы выбираем там потребителей именно каких-то колбасных изделий. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы выбираем предмет нашего объекта по какому-то признаку. Есть некоторый портрет. У нас есть предмет А – цвет глаз и запах волос. У нас есть предмет Б – артериальное давление. У нас есть предмет С – отношение к тому, что в этом образе еще есть. Есть Д, Е, Ф и так далее. Объект – это то, на что мы смотрим. Предмет – это используемый нами способ смотреть на объект. Мы его выбираем. Возможно, у нас несколько таких даже предметов, но обычно ограничиваемся одним. Из реальной практики. Объект исследования. Теоретико-методологический и практический статус межкультурной коммуникации в системе социологического знания. Не, лучше такого не надо. Статус не может быть объектом. Коммуникация тоже не может быть объектом. Поэтому это неправильная формулировка объекта. Ну и предмет соответственно. Следующий пример. Объектом исследования является региональная политическая элита современной России. Не знаю, кто там, что считает за элиту, тем более современной России, тем более политической, но претензий к формулировке нет. Совершенно четко ограничено. Региональная политическая элита современной России. Ограничение и по времени, и по месту. И по деятельностному признаку. Предмет. Выступают характеристики формальной структуры. Ну, то есть пол, возраст, образование, доходы. То есть формальная структура. Откуда пришли, где работали раньше. Примету исследования тоже претензий нет. Все четко. Третий пример. Объект исследования молодой, северный, крупный город. Например, города Нижневартовска. Ну, тут пример есть. Все понятно. Хороший объект. Предмет. Прогнозирование перспектив социального развития северного города России и его социума. Ну, в принципе, прогнозирование как элемент какого-то нынешнего функции, от нынешнего состояния, социального развития города, в принципе, тоже может быть. Четвертое. Объект исследования совокупность управленческих отношений, складывающихся в системе управления средним, высшим образованием. Ну, заморочено, я согласен. Но, в принципе, объект понятен. Да, есть система управления средним образованием, и нужно проанализировать именно эти управленческие отношения. Но тогда вот эти управленческие отношения будут предметом, а не то, что здесь написано. Социальный мониторинг, процессы реформирования общего и так далее. Ну, я пропущу, потому что времени не очень много остается. Вот это из проектов для НКО. Три примера. Значит, первое. Основным объектом исследования явилось взрослое население сельского поселения Тереберка Кольского района Мурманской области. Блестяще. Все написано где, кто, когда. Все написано. Предметы. А вот здесь вот несколько предметов. Я вообще не приветствую, когда несколько предметов есть в рамках одного исследования. Невозможно аберрация социологического инструмента, но с точки зрения теории все правильно. Так может быть. Несколько предметов. Первое. Общие социально-демографические характеристики. Второе. Проблематика жителей. И третье. Отношение жителей к разным концепциям развития территории. Второй пример. Объект здесь описан, но не очень хорошо. Он описан через то, что делается. То есть через саму процедуру исследования. Написано всероссийский опрос, то есть кого мы будем опрашивать. И описан метод интервью. То есть объем 37. Целевая аналитическая выборка. Написано, кто собирал и когда собирал. И этнографический метод. То есть объект описан через эмпирическую базу исследования. Ну и лучше бы это было написано словами, потому что непонятно, что в результате получилось. То есть здесь это выглядит как три разных объекта. Возможно, это приведет к проблемам при получении результата. И третий пример. Тоже описание объекта через описание выборки исследования. Онлайн-опрос по панели ОМИ. Размер выборки. Это мужчины в возрасте от 18 до 54 лет, у которых есть дети от 0 до 17 лет. То есть таким образом описан объект. Тоже это не очень хорошо. Это есть. То есть нельзя сказать, что вообще ни на ней описан объект исследования. Он есть. Но лучше, если он будет написан более ясно. Из этого будет ясно, на какую социальную обществу мы сможем распространить результаты исследований. Если вы вот это все разбили, как в примере 2, то окажется, что каждый результат вы можете распространять только на те три объекта, которые там приведены. Ну, что не есть хорошо. Даже, скорее, есть очень просто. Так. Перейдем к гипотезам. Владимир, у нас тут есть вопросы. Может быть, как раз уточняющие по ходу. Давайте уточняющие вопросы. Татьяна Резвушкина спрашивает. Очень часто исследование объекта... А цель исследования и объекта исследования определяет заказчик. Делает это неправильно. Как с этим быть? Может быть, совет какой-то? Ну, самый простой ответ уйти, конечно, от ответа и сказать, я не психиатр. Но как? Мы старательно объясняем, как в данном случае быть. Ссылаемся на примеры открытые. Я об этом как раз хотел сказать в заключении своего выступления, в заключении вебинара. И там я приведу примеры. Исследования в области НКО – это наиболее публикуемые результаты исследований. Всегда очень легко найти хорошие примеры исследований, показать клиенту, что так делать не нужно. А нужно сделать вот так, потому что вот так делают люди. Это раз. И потом это же... Понимаете, мы же не стихотворение учим так красиво. Так не очень-то и красиво, как я говорю. Но так мы вынуждены делать, потому что эта процедура, если так не сделать, исследование расползется на несколько частей. А иногда и не соберется целиком. Ну вот опять же, я приведу этот пример. Последний, вернее, номер два. Сейчас же презентация видна, да? Да. А фактически, вот в этом номере два, строго научно, вы можете распространить каждый полученный результат в каждом элементе только на тот элемент, в котором вы провели это исследование. Потому что вы даже не удосужились описать объект исследования. Ну, это же просто неграмотно, неправильно. Спасибо. Еще Татьяна Фомина тянет руку, мы тогда дадим слово. Коротко. Татьяна, вы можете говорить. Почему-то не слышу. Может быть, она напишет? Да, Татьяна, если несложно, напишите, пожалуйста. Гипотеза. Мы движемся к концу. Значит, гипотеза – это научные предположения, выдвигаемые для объяснения изучаемых явлений и процессов, которые нужно подтвердить или опровергнуть. Это очень важно – подтвердить или опровергнуть. То есть, если в результате исследования какая-то гипотеза опровергается, это не значит, что вы провели плохое исследование. Это тоже результат исследования. Конечно, хотелось бы, чтобы все гипотезы подтверждались, но совершенно не обязательно. Так бывает. Очень часто бывает, что мы не находим подтверждение гипотезы. Но если мы все сделали правильно, это покажет тем, кто пойдет следом за нами, что вот сюда ходить не надо. Сюда ходили и ничего не нашли. Ищите в другом месте. Поэтому польза от этого есть, и убиваться по поводу того, что у вас гипотеза не подтвердилась, не стоит. Я оставил этот пример, потому что он очень хороший. Смотрите. Есть какой-то продукт, например, колбаса, и продажи ее у какой-то конкретной компании снижаются. А реклама, она вкладывает все больше и больше. Какие могут быть гипотезы, почему происходит снижение продаж? Первое. Люди покупают колбасу в прежнем объеме или даже в большем, но теперь они покупают не продукцию вашу, а какую-то другую продукцию. Второй вариант – это то, что люди просто покупать стали меньше колбасы. Вот это две разные гипотезы. В общем, они даже в какой-то степени противоречат друг другу. И мы их выдвигаем и пытаемся проверить на нашем материале. Система гипотез исследования – это предположение об объекте. По итогам исследования гипотезы либо отвергаются, либо принимаются. И гипотезы бывают научными, бывают статистическими. Ну, вот то, что я вам сейчас сказал, это как бы научная гипотеза, а статистическая, если… Эта гипотеза в основном о связи. То есть вот это влияет на вот это. То есть выявление статистической связи. Ну, вот так формулировать гипотезы не нужно. Вот очень легко показать, как что-то не нужно делать, чем то, как нужно делать. Основная теоретическая гипотеза нашего исследования заключается в следующем. Мы считаем, что процесс современного градообразования относится к классу процессов, типичных для социального творчества. И дальше полный кошмар. Не надо так делать никогда. Да, гипотеза лучше разбейте, если она сложная, разбейте на несколько частей. Она должна быть очень простой. Чего-то больше чего-то. Вот это самый сильный фактор. Вот это связано с этим. А вот этого большинство, больше 50%. Возвращаясь к примерам с НКО. Гипотезы могут быть сформулированы по-разному. Вот смотрите, например, через мифы. Миф номер пять. При инсульте можно отлежаться, не обязательно звонить в скорую. То есть, вроде бы это миф массового сознания. Да, но на самом деле это гипотеза о том, что этот фактор является важным для приповедения пациентов и людей, которые вокруг пациента во время инсульта. И есть миф средней актуализации, есть слабо актуализированный миф. Ну, просто остальные у меня не влезли в слайд, они есть. Вот, то есть, это тоже гипотезы. Иногда гипотезы формулируются прямо. Вот опиадофобия гипотезы. В 2018 году 70%, ну, это, так сказать, вступление. Основная гипотеза. Упрощение процедур выписки опиоидных обезболивающих в 2019 году снизили институциональные барьеры. И на первый план вышли социокультурные нормы и предубеждения в отношении наркотических препаратов. Но вы должны помнить, что эту гипотезу можно сформулировать только в одном случае, если у вас есть данные до 2019 года. А видите, они здесь написаны, да? В 2018 году Левада-центр собрал эти данные. Они есть. Поэтому мы проводим в 2020 году исследование и сравниваем с тем, что было в 2018 году. И тогда мы можем написать, снизили, на первый план вышли. То есть, отразить какую-то динамику. Было так, а стало так. Еще раз. Если гипотеза не подтвердилась, это не провал. Поэтому гипотез делают несколько. Но много гипотез, помните, это не признак хорошего исследования. Все-таки их должно быть какое-то ограниченное количество. Сегодня там в диссертационных советах считают, что их там должно быть штук 6 или 7. Мне тоже кажется, что это много. Гипотеза должна быть хотя бы одна. Нет гипотезы, нет исследования. Зачеркните, выкиньте, забудьте. Даже самое очевидное, самая общая гипотеза должна быть. И гипотеза должна быть ограниченной. Не может быть гипотезы, молодежь стала меньше любить родителей или больше любить родителей. Какая молодежь? В российская, московская, самарская, какая школьная, студенческая, рабочая, молодежь. Какой-то национальный признак. Гипотеза должна быть ограниченной. Должны быть четкие границы, в рамках которых мы строим свою концепцию. Гипотеза должна быть сформулирована в релевантных исследованиях понятиях. То есть она должна содержать те же самые понятия, что и описание проблемы, цели, задачи исследования, объект, предмет и так далее. Она должна использовать те понятия, значения которых возможно верифицировать в ходе исследования. Давайте посмотрим на предыдущий пример. На первый план вышли социокультурные нормы и предупреждения в отношении наркотических препаратов. То есть мы об этом можем спросить людей. Ну или собрать данные. Иногда мы не спрашиваем, мы просто собираем какие-то данные. Каждая отдельная гипотеза должна быть максимально простой и односложной. Примеры. Утверждение о факте. Большинство населения города пользуются общественным транспортом. Ну здесь есть тоже непроизведенный момент, что такое большинство. Две трети, 50% или просто больше, чем остальные. Ну предположим, в данном случае 50% вроде бы должны быть легко считываемы, но иногда лучше написать. Утверждение о значении и его изменениях. Среднее число пожертвований благотворительный фонд не превышает 2,5 раз. Или там средний чек в магазине увеличился. Утверждение о связи. Балл ЕГЭ влияет на успеваемость студента первых курсов обучения. Ну вот три наиболее распространенных формулировки. Ключевые понятия. Ключевые понятия. Это основные понятия и категории, которые используются при разработке исследований. Всегда есть какие-то понятия, которые мы должны определить. Особенно, когда какая-то сложная комбинация. Ну, например, благотворительность. Что такое благотворительность? Если я помог деньгами, это благотворительность. Если я посадил дерево, это благотворительность. А перевел старушку через дорогу, а дверь подержал ребенок там или кто-то с тяжелыми сумками проходил. Это благотворительность. То есть где-то нужно провести какую-то линию, определить. Вот это определение ключевого понятия и есть вот эта часть программной исследований. Да, и это важно для того, чтобы заказчик и исполнитель одинаково понимали, о чем идет речь. Даже простой термин «колбаса» требует определения. То есть в понятие «колбасы» входит какая? Вареная, копченая, сосиски входят или не входят, а ветчина, а балык. То есть где-то, опять же, нужно провести линию. Лучше ее провести, опять же, написав. Особенно, когда мы говорим о социальном поведении повседневном, когда все эти вещи очень плохо прописаны. И два важных понятия и термина – это операционализация понятия и инструментализация понятия. Операционализация понятия называется методик расчета значений, которые присваиваются понятиям и определяются в ходе исследований. Кто такой бездомный? Что такое комфортная городская среда? Ключевые понятия – это то, что можно и нужно определить в самом начале. Можно определить их в ходе исследования, но эти определения должны быть. То есть они всегда должны быть, иначе мы не сумеем это исследование провести, и уж тем более какие-то сделать выводы. Опять же, это может быть там сформулировано очень по-разному. Ну вот про музеи, да. Тема была там вообще про музеи, там не говорилось про какие-то особенные группы. Но кого опросили? Широкая аудитория мужчин и женщин от 18 лет и старше. И оказывается, где опросили? Москва и Подмосковье. То есть оказывается, что мы довольно широко увеличили нашу географию. Подмосковье, она, конечно, меньше Москвы, но больше любого другого региона страны. То есть это существенное расширение нашего понятия, понятия объекта, которые могут посетить данные социальные группы. Вот пример. Так, сейчас я... Так, это мы про операционализацию говорим. Значит, вот еще один пример операционализации. Значит, я не хочу, чтобы вы вчитывались в это. Я прошу обратить ваше внимание на большие слова мотивации, намерения, предыдущий опыт и стрелочки. Для того, чтобы спрогнозировать поведение избирателей, мы должны собрать... Ну, в этой модели, повторяю, в этой модели, мы должны собрать данные трех типов. Первое. Мотивация. Почему человек собирается участвовать в выборах. Намерения. Точно, не точно. Скорее, скорее. И предыдущий опыт. Ходил ли раньше на выборы. Первое. Опять же, это ограниченная наша модель. То есть мы считаем, что на это не влияет, например, его уровень образования. Или регион, где он проживает. Мы считаем, что вот это исчерпывает нашу модель. И на этой основе мы с помощью... Ну, вот тут приведена формула. Мы с помощью вот такой вот формулы можем рассчитать итоговую явку. Вероятность... Ну, правда, здесь не явки, а не явки. Сколько людей не придет голосовать. То есть это является операционализацией нашего измерения электоральной активности избирателей. Сколько людей придет, ну, в данном случае, не придет на голосование. То есть мы с помощью трех частей, мы разбили это на три части, потом смешали вот таким образом и получаем какой-то результат. Это мы делаем в наших исследованиях регулярно. то есть мы измеряем несколько параметров и потом говорим, что вот мы получили вот такой-то параметр, он в целом агрегирует вот эти вот три части, ну, или пять частей, или шесть частей и позволяет нам лучше полнее учесть что-то или, например, спрогнозировать что-то. Одним из самых таких широко известных показателей, их называют еще индексами, является индекс потребительских настроений. Он собирается в Соединенных Штатах с 1946 года, значит, в России с 2005 года, ну, так сказать, шагает по планете. Там пять признаков, пять вопросов задают респондентам, потом агрегируют это в пять показателей, агрегируют вот это все в один показатель, и вот этот показатель называется индексом потребительских настроений. Это тоже операционализация, то есть превращение наших вопросов в какой-то показатель. Так, ну, опять же, у нас не очень времени осталось. Вот другой пример, опять же, взятый из этих проектов, которые сделали для НКО, то есть мы в результате разбили наш объект исследований, ну, в данном случае потенциальных доноров, на девять групп. Ну, вернее, их разбили на девять, а потом вот объединили. Вы видите, что циферки от одного до пяти, то есть вот все двойки соединили, все единички соединили и так далее. То есть разбили на пять кластеров, на пять сегментов. Это тоже является, в общем-то, определенной операционализацией, только выполненной, ну, в данном случае, по двум признакам. То есть, вероятно, какие-то признаки были по горизонтали, какие-то по вертикали. Мы пересекли. Вот в крайней верхней левой группе у нас 3% респондента, в крайней правой и нижней 35% респондентов. Все вместе составляют 100%. То есть мы таким образом произвели сегментацию, но и, в общем, инструментализировали наши ключевые понятия. В общем, я практически закончил. Я показываю, откуда эти примеры. Это в прошлом году был объявлен конкурс. Он проводился российским подразделением САМАР, это Всемирная организация исследователей общественного мнения и рынка. Были отобраны почти два десятка МКО со своими проектами и два десятка исследовательских групп молодых. Там было условие, по-моему, не старше 30-35 лет. И они соединились, так скажем, с МКО и делали в их интересах, провели исследования. Ну, собственно, можно посмотреть. Там все исследования, все отчеты приведены на этом сайте. Research Got Talent. Итоги. Итак, я рассказал про методологическую часть исследования. Часть программы. Это четкое описание того, что именно получится в результате исследования. Ошибки, допущенные на этом этапе, не могут быть исправлены в ходе полевого или аналитического этапа. То есть здесь должно быть очень большое внимание и плотная работа, а не просто ради отписки. Цель исследования – это модель результата. Это не исследование. Это модель результата. То есть то, что вы хотите получить. Хороший вариант цели исследования, например, сегментация. Или выявление факторов влияющих. Ну, и так далее. Да, задачи – это микроцели. То есть если вы выполните все задачи, вы достигнете цели. Если вы пропустите хоть одну из этих задач, вы не достигнете цели. Объект исследования – это социальная или маркетинговая система, о которой нам предстоит делать выводы. То есть мы будем генерализировать результаты исследования на этот объект. Да, предмет исследования – это наш способ смотреть на эту систему, те аспекты системы, которые мы изучаем. Гипотезы – это наше предположение о системе, о том, как она живет, существует, какие в ней взаимосвязи, и как она, возможно, среагирует на какие-то воздействия, которые мы собираемся произвести. Ключевые понятия – это важные категории исследований, которые должны одинаково пониматься, интерпретироваться всеми участниками исследования, включая клиентов. И в заключение такой слайдик о том, как выбрать подрядчика. Первое. Я не могу сказать, что это какой-то конечный список. Ну вот я подумал, у меня получился такой слайдик. Опираясь на свой опыт 30-летней проведения социологических исследований. Есть ли специфика… Да, значит, вопрос, на который вам нужно ответить. Есть ли специфика предметной области исследования? Есть ли что-то особенное в том, что вы собираетесь исследовать? Если у вас задача провести исследование и посчитать, сколько в России беженцев или больных перенесших инсульт, в этом нет никакой специфики. Ну, ничем не отличается от того, исследовать, сколько людей едят колбасу или сколько людей тратят на благотворительность. Вообще никаких. То есть, на самом деле, проектов содержательно сложных в области НКО очень мало. И нужно сказать, что это наиболее открытая часть исследования. То есть, когда мы проводим исследование про колбасу, клиент обычно не разрешает нам это публиковать. Но даже если разрешит, мы никогда это не опубликуем, потому что это никому не интересно. А вот, скажем, отношение к больным с инсультом, к благотворительности, к бездомным и так далее. Это важные, социально значимые темы. Об этом очень много публикаций. Очень. Просто нужно искать эти результаты. Ну, вот один источник я вам дал. Их очень много. То есть, не составляет большого труда найти по вашей теме какие-то публикации с уже проведенными исследованиями. Но важно понимать, если даже при достаточно содержательно простых исследованиях есть ли сложности в контактах с целевой аудиторией. Если у вас рынок наркотиков, ну, у вас будут проблемы с достижимостью целевой аудитории. То есть, ну, с человеком, потребляющим наркотики, в этом нет проблем, а, например, с наркодилерами есть проблема. Точно есть проблема поговорить с ним, провести с ним интервью. В прошлом году мы, например, проводили исследования, ездили с коллегой в торжок и проводили исследования так называемых hard-юзеров нелегального алкоголя, то есть тех, которые потребляют всякие настойки, нелегальный алкоголь и так далее. Это сложная для общения группа. Ее очень тяжело найти. Это кажущееся впечатление, что вот там в какой двор не войди, там сидят алкаши. Нет! Нет! Это очень распространенное заблуждение. Попробуйте, у вас ничего не получится. Идите еще их и поищите, чтобы найти эту аудиторию. И в зависимости от этого нужно понимать, какие у вас задачи стоят, когда у вас та или иная предметная область, и к кому обращаться. Типы исследований. Исследователь, тот, с кем вы будете общаться, он только исследователь или он еще и рекламщик, социальный технолог и консультант? Это очень разные задачи. Еще раз, задача исследования исследователя изучить, измерить что-то, не возмущая, не меняя систему. То есть, сделаться максимально незаметным при проведении исследований. Задача технолога – изменить реальность. Это противоречивая задача. Нельзя делать одно и одновременно другое. Поэтому, если вы хотите что-то исследовать, это должна быть исследовательская компания, а не рекламное агентство. Следующая развилка – это исследовательская компания, это фабрика или бутик. Если у вас, опять же, достаточно простая тема, сколько людей в России перенесло инсульт, но ее нужно отдать на фабрику, фонд «Общественное мнение» в целом, скажем, нашу компанию, фонд «Социальных исследований». Да легко вообще. Нет никакой какой-то содержательной проблемы. Ее вам в рамках конвейера и проведут. Совершенно безоценочно я говорю слово «конвейер», просто потому, что задача достаточно простая. Есть более сложные задачи. Когда исследователю нужно погрузиться в эту тему, ну вот тот же пример с потребителями нелегального алкоголя. Это полноценная экспедиция, да, короткая, 4 дня мы провели в Ташке. Но это экспедиция, то есть мы работали там по 16 часов в сутки, потому что, как выяснилось, эти люди живут либо утром, либо вечером и ночью. Соответственно, их надо опрашивать в это время, с ними надо работать в это время. То есть это, в общем, какое-то погружение в ситуацию. В одном из проектов САМАРа для НКО был одним из видов исследований было присутствие в самой НКО, когда туда приходили клиенты, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. То есть один из элементов было наблюдение и интервьюирование этих людей. Это тоже подразумевает под себя какое-то погружение в ситуацию и НКО, и изучаемость социальной группы. Естественно, что здесь лучше обратиться в какой-то бутик или к отдельному исследователю и попробовать решить ситуацию именно здесь. Ну и, конечно, важно соучастие исследователя в проекте. Мы, когда учим своих студентов, говорим, вам нужно найти внутреннего заказчика вашего исследования. Сегодня очень часто компания, особенно большая компания, проводит какой-то тендер на проведение социологического маркетингового исследования и с нами общается просто маркетинг. Тот человек, который занимается продажами, вернее, закупками. Вот он закупает стулья, компьютеры и еще закупает маркетинговые исследования. Он не внутренний заказчик, ему не интересны наши результаты. Нам нужно найти человека, который в этой компании будет использовать наши результаты. Нужно выйти на этого человека и поговорить с ним, что ему реально нужно. То же самое и здесь, только в обратную сторону. Когда вы будете заказывать какое-то исследование, вам нужно общение конкретно с тем человеком, который будет заниматься вашим проектом. Понять, сделать так, чтобы он понял, что вам нужно и проникся в вашими задачами. Вот этого внутреннего исполнителя обязательно нужно найти. Ну и важно, конечно, как НКО будет использовать результаты. Они могут лечь под сукно. Нам положено, мы исследовали. Вот написано у нас в уставе там ежегодное проведение социологического исследования. Вот мы проводим. Все дальше нас особенно интересует. Или там для отчетности вот это есть и все. Они могут стать аргументом во внутренних разборках. Не обязательно плохие. Под словом внутренние разборки я подразумеваю, не обязательно что-то плохое. То есть компания или НКО выбирает путь, по которому будут развиваться. Есть люди, которые за этот путь, есть люди, которые за этот путь. Тут нужно понимать, что исследование может стать не выбором между разными вариантами развития, а еще выбором разных драйверов, внутренних драйверов этого развития. То есть личностный фактор здесь тоже может играть роль. Ну и третий вариант. Они будут действительно использоваться для выбора вариантов управленческих решений. То есть в каком-то случае один, в каком-то случае в другом. Ну я собственно закончил разговор А вот, кстати, кстати, вот еще я подготовил вот этот вот слайд, как раз для слов о том, насколько распространены данные по тем или иным темам. Вот наверху это маленькая, маленькая, очень маленькая часть исследований в разных странах мира, которые проведены в связи с ковидом за март-май. Там несколько сотен их со ссылками, с описанием, сколько опрошено, где опрошено, когда опрошено и так далее. Это открытые данные. Вот данные, кабинетное исследование, касающиеся проблем инсульта. Вот что называется, одно нажатие кнопки и вот у вас уже целый список этих исследований. И так же, практически так же по каждой теме. Ну и в заключении, литература, в общем, я догадываюсь, что вы ее читали, но на самом деле, в общем, у нас такой вот общей литературы по постановке задач не очень-то и много. на самом деле. Что жаль. Теперь я готов ответить на вопросы какие-то по пониманию. Затем я бы хотел, ну так сказать, в интерактиве провести по тем исследованиям, которые, по тем темам, которые вы мне прислали. И потом уже на какие-то содержательные вопросы я готов ответить. Я зачитаю, что из вопросов пришло нам в чат. А Татьяна Фомина задает несколько сразу вопросов. Кто должен формулировать проблему? Заказчик? НКО как заказчик? Или лучше социолог это сформулировать? Вы знаете, чаще всего это все-таки происходит, происходит какое-то совместное общение и в результате возникает вот этот небольшой текст размером буквально в один-два абзаца. Это идеальный заказчик, который вам приносит описание проблемной ситуации. Такие в моей жизни встречаются очень редко. Чаще всего описываем мы со слов клиента. Еще один вопрос от Татьяны. Зачем нужна в прикладных исследованиях гипотеза, если уже есть цель и задача? Ха, нет. Цель – это модель результата. Опять же, цель – стратификация, цель – выявление факторов и так далее. Гипотеза – это будет, например, население Российской Федерации можно стратифицировать по следующим признакам. Или население Российской Федерации можно разделить на пять групп в соответствии с тем-то и тем-то. Вот это будет, это будут гипотезами. Гипотеза не подменяет цель и не заменяет задачи. И опять же говорю, их может быть несколько, они могут быть, ну, как бы, ну да, их может быть несколько, но они обязательно должны быть хотя бы одна. Татьяна также комментирует, то есть получается все это обучение только чтобы стать хорошими заказчиками. Как вы считаете, вот насколько НКО доступно самостоятельное проведение исследований? Если это не масштабное исследование, а какое-то прикладное для там написания грантов. Вы знаете, я скажу, что все-таки тут, конечно, зависит от исследователя. Если у исследователей достаточный опыт, ну, я думаю, что у Татьяны опыт достаточный, конечно, она может провести исследование самостоятельно, если это исследование, ну, скажем так, вот вы видите, что кто-то проводит какое-то исследование там, репрезентативное для населения страны, а вам нужно, ну, вот опять же, вернемся к инсульту, да, вам нужно провести измерение, сколько людей там перенесло инсульт в Российской Федерации. Ну, вы просто ставите туда несколько вопросов, блок вопросов и получаете этот результат. Это вы в данном случае заказчик, клиент, какая-то компания, которая проводит все российские исследования, это исполнитель. А вы можете провести сами? Да, конечно, можете, но зачем? Ну, если при этом очень узкая целевая аудитория для нашего проекта, который мы таком наградуем? я про это и говорю, то есть, это зависит от исследователей, от поставленных задач, от многих факторов это зависит. Иногда, скажем, вы можете заказать, скажем, там, проведение репрезентативного опроса какой-то компании, скажем, со своей узкой целевой аудиторией работать самостоятельно. еще один комментарий в чате. С понятиями исследования тоже все непросто, так как их определения зависят от парадигмы исследователя. Так, про насилие в отношении женщин феминистки и мужчины точно думают по-разному. очень хороший вопрос. Да, именно поэтому это нужно проговаривать и прописывать. Именно по этой причине. Особенно вот в таких случаях, когда мы не только догадываемся, мы практически знаем о том, что у разных социальных групп, в данном случае у мужчин и женщин, разные представления насилия. Коллеги, есть ли еще вопросы на уточнение? Можно поднять руку или написать в чат. Но пока нет, поэтому можно перейти к следующему. Так, хорошо, переходим к следующему. Так, я останавливаю презентацию и я перехожу к списку, который вы мне прислали. Я начну с идеального случая, идеального клиента Куртьева Татьяна. Оно, ресурсный центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, прислало вот такую тему. Определить долю осведомленности населения Севастополя о знании роли некоммерческих организаций и так далее. Есть ли с нами, Татьяна? Нет, похоже, нет. Похоже, нет. Значит, тогда я зачитаю целиком. Определить долю осведомленности населения Севастополя о знании роли некоммерческих организаций в развитии гражданского общества региона, их деятельности, поддержки и продвижения добровольчества, в том числе серебряного добровольчества. Ну, формулировка близка к идеальной, то есть, в принципе, после этого написать там задание на исследование 100 лет большого труда, видно, что люди поработали, может быть, просто выписаны из ТЗ, да, вот эти две строчки. То есть, у нас есть четкое задание. Нам нужно получить долю, то есть, что-то выраженное в процентах, осведомленности осведомленности, то есть, знания населения Севастополя. Ну, во-первых, население, то есть, ну, скорее всего, мы будем все равно брать 18+, ну, вообще население, то есть, не какой-то особой группы. Севастополь, то есть, четко очерченная территория. О знании роли некоммерческих организаций и так далее. Здесь, конечно, есть некоторые проблемы по поводу того, что мы подразумеваем под ролью некоммерческих организаций. Но, возможно, там будет какая-то расшифровка, скажем, их деятельности какой-то, да, то есть, признаки деятельности, например, там, проведение каких-то мероприятий, какая-то конкретная помощь, что-то что-то То есть, переформулировать вот это вот слово роль в какие-то визуально заметные для вот этого самого населения Севастополя виды деятельности, которые бы они видели, а не просто разговор о том, а велика ли роль некоммерческих организаций в развитии региона? А на каких-то конкретных примерах? Ну, в общем, у нас есть здесь цель, у нас есть здесь объект, предмет исследования, у нас здесь можно выдвинуть какую-то гипотезу, ну, например, сказать, что эта доля 20%, у нас здесь есть проблема с проблемной ситуацией, то есть она понятна, да, то есть проблема, мы не знаем эту долю, но как это скажется на принятии управленческого решения, вот если она будет больше 20%, что мы будем делать, а если будет меньше 20%, что мы будем делать, то есть для исследователя, конечно, сказали измерить, мы измерим, но все-таки хотелось бы понять, о чем идет речь, потому что возможно какие-то социальные процессы, на которые рассчитаны на эту деятельность, они уже идут, даже там с этой долей в 10%, а может быть наоборот, эти социальные процессы не идут, хотя доля там 70%, поэтому важно понимать, вот здесь недостаток знания проблемной ситуации чувствуется. Еще один вариант я нашел, написано на латинице Аширова Вика, НКО надежды и жизнь, два пункта, оценить нужды и потребности подростков, живущих с ВИЧ с фокусом на вопрос репродуктивного здоровья, и второй изучить спектр услуг, в которых нуждаются люди, живущие с ВИЧ и сравнить с услугами, предоставляемыми в настоящее время. Есть ли автор? Слышит ли меня автор? Нет, тоже не вижу в чате ее. Но вероятно тоже, потому что в общем формулировка близка к идеальной. Соответственно, у нас есть подростки, живущие с ВИЧ и спид. У них куча проблем, но есть проблема с фокусом на вопрос репродуктивного здоровья. То есть все сконцентрировано, сфокусировано, наше исследование будет на этой проблеме. Очень хорошая постановка задачи. Исследователь на основе этого в принципе также может написать ТЗ. Даже здесь не описана проблемная ситуация, но по крайней мере это можно предположить, в чем она состоит. Понятно, что опять же нужно проговорить с заказчиком, в чем по его мнению состоит эта проблемная ситуация, но в общем она понятна. И соответственно им нужно этим людям, подросткам предложить какой-то спектр услуг, в которых они нуждаются по нашему мнению, соответственно просто у них это узнать. В общем тоже довольно понятная задача, ее несложно реализовать, и я думаю, что даже сравнивая, возможно конечно у НКО есть лучший доступ, более легкий доступ до этих людей, но скажем в нашей компании мы регулярно раз три-четыре в году опрашиваем людей с ВИЧ-спидом и это достаточно отлаженная процедура. Опять же это я не к тому, что заказывайте нам, это я к тому, что очень много исследований проводятся на эту тему, есть результаты этих исследований, они опубликованы. Прежде чем проводить новое исследование, познакомьтесь с тем, что уже сделано, возможно что вы можете пойти дальше, решить какие-то другие задачи и проблемы. И понятно, что в общем почему вообще обращаются в исследовательскую компанию, они проводят исследования сами, не только потому, что там нет интерьеров у клиентов, а еще потому, что мы как исследовательская компания провели очень большое количество исследований. Очень большое количество исследований на самые разные темы. Иногда то, что кажется очень далекими сферами, мы находим возможность использовать формы проведения результаты исследований в одной предметной сфере, совершенно в другой предметной сфере. И обращаясь к нам, заказчик получает не только объем информации, очевидный, которые нужно пощупать, но и те знания, которые мы вынуждены использовать накопленные за несколько десятков лет. Давайте более сложный вопрос разберем. Вот прислала мне Кузьмина Ольга, оно коррекционно развивающий центр «Надежда», который находится в маленьком городе Боровичи в Городской области. Есть ли с нами Ольга? К сожалению, Ольги тоже нет, но я надеюсь, все посмотрят в записи нас потом. Хорошо. Здесь на самом деле я почему выбрал, здесь есть некоторое описание проблемной ситуации. Поскольку оно длинное, давайте я вот... Можно это, да, дорогие мои организаторы? Я могу сюда положить в чат? Да, можно. Вот, есть такая проблема, то есть проблемная ситуация описана, да, значит, есть некоторое оборудование, которое адресовано очень небольшому сегменту потребителей. Нужно расширить эту аудиторию, то есть рассказать об этом оборудовании и понять, из каких регионов, из каких семей люди могли бы приехать с какими заболеваниями и насколько я понимаю, это не диагност... забыл слово. Не диагностическое оборудование, да, собственно говоря, лечит. Вот, соответственно, нужно узнать потенциальный объем рынка. Ну, вы понимаете, да, что вроде бы НКО, но я переформулировал задачу в чисто маркетинговую, да, у нас есть услуга, которую необходимо, ну, давайте возьмем в кавычках продать, да, то есть об этом нам нужно людям рассказать, то есть мы должны изучить рынок этой услуги, мы должны понять, кому это предназначено, мы должны понять, где эти люди находятся и, так сказать, обсчитать, каков это, какова может быть размер этого нашего объекта, да, то есть какова может быть генеральная совокупность, ну и вероятно провести исследование опросив этих людей, ну, если не получится опросить, мы хотя бы поймем из каких там городов, регионов эти люди, как они могут добраться до этих самых боровичей, ну, да, если мы их опросим, то мы узнаем, как и в каких именно услугах они нуждаются. проблемная ситуация есть, цель у нас есть измерить количество этих людей и дать рекомендации, описать нужды, которые они могут удовлетворить и какие услуги они могут потребить. У нас есть задачи, то есть понять, кто входит в эту нашу генеральную совокупность, какие виды заболеваний, чем мы можем здесь помочь. У нас есть объект, у нас есть предмет, то есть объектом здесь в данном случае будут жители какого-то района, проживающего на каком-то расстоянии, тут надо понимать какое-то оборудование, насколько оно может быть востребовано, проживающие на каком-то расстоянии от этого города. предмет соответственно лечебная помощь, гипотеза, ну какая-то гипотеза, скажем, этот объем нам позволит загрузить наше оборудование на два года вперед, условно говоря, то есть мы можем за год обслужить 2000 человек, соответственно, нам нужно найти на два года 4000 потенциальных наших потребителей. Вот, соответственно, такую гипотезу мы можем построить. Вот тоже, в общем, готовое исследование. Если кто-то, кто хотел бы свой вариант исследования, просто я понимаю, что время уходит, задать, и я бы тогда как-то среагировал. Пока никто не высказался, я пропустила еще один уточняющий вопрос, который был по ходу вашего рассказа. Всегда ли в прикладных таких неакадемических, не коммерческих исследованиях нужно описать объект, предмет или, может быть, достаточно просто контекста и что делаем, зачем, как делаем? Вы знаете, вот я постарался с этого начать. Есть, что называется, представление о том, как это должно быть. Конечно, в повседневной суете, в том числе и в исследовательской суете, и я не могу сказать, что у нас все идеально, например, в компании, у нас на всякое исследование есть своя папочка, где написано предмет, объект и так далее. Но есть некоторые элементы, которые должны быть минимум, совсем минимум. Это проблемная ситуация и это объект. Ну и желательно, конечно, чтобы это была гипотеза. Исследование, ну или цель, либо одно, либо другое. Это вот какой-то минимум, без которого... Смотрите, если вы сами проводите исследование внутри компании, у вас есть какой-то свой язык, свое представление о том, что нужно делать, там можно вообще ничего не писать, просто провести исследование. Но это невозможно куда-то транслировать. То есть, если вы захотите рассказать об этом коллегам, коллеги ничего не поймут, потому что вот этого не прописано ничего. это если вы хотите поручить кому-то проведение этого исследования, это тем более должно быть прописано. Пусть это напишите не вы, ну в 90% случаев нас приглашает клиент и говорит о том, что вот у нас есть такая проблема, что бы вы порекомендовали. И мы тогда уже пишем и описываем проблемную ситуацию и возможные способы. Иногда клиент приходит и говорит, вы знаете, я хочу провести фокус-группу, а потом оказывается, что у него проблема совсем другая, и не фокус-группу нужно проводить, а что-то третье, и вообще делать это вот не так, а вот совсем по-другому. Но если вы хотите кому-то решение проблемы передать, оно должно быть минимально формализовано. Спасибо, Владимир. Смотрю, что больше нет желающих задать вопрос. Спасибо большое вам за такое содержательное выступление. Непростая тема, но крайне важная в контексте. Спасибо за приглашение, мне было тоже полезно и интересно. Спасибо. я всех приглашаю регистрироваться на наше следующее мероприятие, уже в этот четверг мы поговорим про методы исследования, как выбирать и для каких задач какой метод исследования нужен. Присоединяйтесь к чату и рады будем вас видеть. До свидания. До свидания. До свидания.